Смотрите в выпуске. В Уфе снесут школу, земля под ней признана опасной. Вода, грязь и прыжки в бездну. Гонка героев в Уфе. Меняем машины на велике. 26 тысяч велосипедистов проехали по центру Уфы. Очередное собрание родителей учеников уже закрытой уфимской школы номер 124. Во время нашей встречи еще не было известно, что она на время прекращает свою деятельность. Тогда мама и папа хотели понимать, когда их дети снова вернутся в родную школу. Видимо, не скоро. 30 мая в администрации Октябрьского района Уфы сообщили ЮТВ о результатах обследования по выявлению карстового образования. По итогам геодезических и геологических изысканий территории школы номер 124 и заключения госэкспертизы Республики Башкортостан принято решение о непригодности данного земельного участка для строительства здания образовательного учреждения. Кроме того, в настоящее время осуществляется поиск земельного участка для строительства школы. Напомним, школу номер 124 закрыли за две недели до 1 сентября 2023 года. Образовательное учреждение не прошло традиционную проверку перед началом нового учебного года. Ее признали аварийной. Всех учеников вместе с учителями в полном составе перевели на время в Центр образования номер 69. На днях родители нам сообщили, что их детей принудительно переводят в 69-ю школу. Учителя увольняются, а 124-я перестанет существовать. В отделе образования администрации Октябрьского района УФЭ опровергли их слова. На время строительства школа номер 124 сохраняется как юридическое лицо. Учителя увольняются переводом в Центр образования номер 69. Их нагрузка сохраняется такая же, как и была в школе номер 124. Дети по заявлению родителей переходят в школу номер 69. Таким образом сохраняется состав класса обучающихся, классный руководитель. Учителя-предметники также продолжат работу. То есть у учителей сохраняется нагрузка и работа, а дети учатся у своих учителей, но уже не в школе номер 124, а в 69-й. Где возведут новое здание и когда – неясно. Однако, как только школа снова возобновит свою работу, все ученики и учителя вернутся обратно, уверяет в отделе образования администрация Октябрьского района УФЭ. В свою очередь, родители негодуют. Они нам рассказали, что прошедший учебный год для их детей оказался нелегким. Причин несколько. Одна из них – дорогу в сторону 69-й школы. Дорога до этой школы сейчас очень дальняя. Получается, расстояние от дома очень большое. Дети, если идут своим ходом несколько детей, то они идут по плохой очень дороге между гаражей. Там не ходит транспорт, получается идти очень далеко. Получается, приходится, хочешь не хочешь, договариваться с другими родителями. Просить их, пожалуйста, довези сегодня моего ребенка. Большинство учеников школы номер 124 живут вблизи или в самом жилом комплексе Республика. Дорога до образовательного учреждения на Уфимском шоссе 20 обычно занимала 5-10 минут. Теперь же маршрут увеличился вдвое. Вся девятая школа находится намного дальше – на улице Даута и Юлтыя 6. И это если идти кратчайшим путем – через проулок с гаражами. По словам родителей, эта дорога представляет опасность. Как-то какого-то тротуара здесь нет, тротуар здесь неровный, он весь выбитый. Здесь также, вы сами видите, что здесь мало людей ходит и места мало. Смотрите, здесь вот помойка, много аморальных личностей. От гаражей получается по этой тропинке, а дальше тропинка исчезает буквально, она уходит в Непетский дендропарк в сторону. А мы должны пересечь дорогу в сторону Непетского дендропарка. И здесь вот, например, я теряюсь. Как дальше идти? Как вот дальше? Мы обычно переходим дорогу и идем уже по этой тропе, а потом обратно переходим. До школы 69-й, куда перевели наших детей, осталось всего метров 300-200 метров. Сейчас мы пройдем в эти два дома и у нас откроется уже картинка в сторону нашей школы. Мы на самом деле благодарны, что нас в целом всю школу перевезли. Нас там встретили очень негативно и в настоящее время эти конфликтные ситуации продолжаются. Нам не рады, мы хотим в свой дом. Есть второй маршрут через улицу Российскую. Правда, он займет больше времени. Как показывают Яндекс-карты, 25 минут. Тем, кто выходит на Уфимское шоссе через школу номер 124, надо будет подняться на Российскую. Оттуда идти прямо до дома номер 20, перейти дорогу через пешеходный переход. И тогда мы видим центр образования номер 69. Как отметили в администрации школы номер 124, этот маршрут хоть и длиннее, но является безопасным. Все эти маршруты имеют пешеходные дорожки, асфальтное покрытие, освещение. В конце августа мы провели родительское собрание с родителями. 1 сентября каждый класс, каждый классный руководитель проговорил с детьми безопасные маршруты. Классный руководитель провели детей по этим маршрутам. Затем 13-14 сентября были проведены родительские собрания, где данная информация была доведена до родителей обучающихся. И в начале учебного года, 24-25, мы также проведем такие же собрания, где каждого родителя, каждого ребенка информируем об этих маршрутах. В мэрии нам сообщили, что сейчас началось благоустройство улиц вблизи двух образовательных учреждений. Уделят внимание маршрутам, через которые обычно дети ходят в школу. 2 июня в Уфе состоялся уже ставший традиционным день тысячи велосипедистов. Место встречи и подготовки к старту осталось неизменным. Площадь Ленина на горсовете. На велосипеде катаюсь уже с 2000 года. Не только здесь, в Уфе, но я еще участвовал на территории Прибалтики, за границей. И так получилось, что я переехал сюда. Многим кататься на велосипедах и постоянно в путешествиях ездим и просто катаемся. Участвую с 2014 года. Я два года собиралась, все не получалось, а в этом году наконец-то собралась. Уже традиционно. Я уже сколько лет? Наверное, четыре года. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Велофанатам со всей столицы предстоял десятикилометровый маршрут, на котором их ожидали приятные сюрпризы. У нас, получается, душ, наши поливалки, так называемые, они будут стоять на аграрном. Там же у нас будет автозвук. Далее у нас идут... Автозвук вообще будет по маршруту шесть машин расположено, которые будут заряжать. Также будут барабанщики, будут яркие очень черлидерши, которые будут также зажигать нашу толпу. Стал доброй традицией велопробега и конкурс костюмов, в котором участники выступали в самых необычных ролях. Это Венти из игры Геншин. Мой костюм Кэл Кэстис «Звездные воины джедаи», потому что я люблю заниматься суперфайтингом. Это движение такое, фехтование на световых мечах во вселенной «Звездные воины». Участвую в театральной студии, поэтому хочется показать свой костюм, себя. Ну, вот это русский стиль. Но тоже у нас такая традиция с друзьями, вот они такие мимые. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Разнообразие нарядов не только состязания, но и способ поднять настроение как себе, так и всем участникам заезда, говорят организаторы. Есть номинации «Детские», «Командные», «Взрослые» и «Велосипеды». Необычные велосипеды тоже регистрируются, то есть тут можно прям такие с очень большими колесами лежачие, моноколесо, вот очень разные. Финишировали участники на телецентре. По словам организаторов, количество велосипедистов в этом году превысило 26 тысяч. Подсчитать их помогли уличные камеры видеонаблюдения компании «Уфанет». Артур Бигнов, Алсу Гумерова и Андрей Лугоши. Телеканал ЮТВ. 1700 участников, 37 препятствий, палящее солнце и желание преодолеть тебя. Именно так можно описать гонку героев, которая прошла 1 июня на площадке парка «Патриот». Участники должны были на время пройти полосу препятствий и добраться до финиша. «Очень прохладная вода. Была бы Ванька перед препятствием, был бы огонь. А так все хорошо, идем, живем, кайфуем». Гонка героев – это некий такой спортивный, экстремальный забег с препятствами, который позволяет людям не просто проверить свои физические навыки, но и также, соответственно, научиться работать в команде, если это командные забеги, преодолевать свои страхи, популярное выражение – выйти из зоны комфорта, потому что препятствия разные. Здесь есть и водные, и грязевые препятствия, и прыжки в бездну, и покорение высотных препятствий, таких как восьмиметровый эверест. Началась гонка в 10 утра, и первыми на нее вышли одиночные участники. Они бежали 10 километров на время, и большинство спортсменов успешно преодолели трассу. В целом все понравилось. Грязь, препятствия, все как надо. А сложно? Сложно? Да, я бы не сказал сложно. Сам с собой бежишься всегда, чтобы показать свой максимум, и все. Положительные эмоции, потому что бежал легко, было много грязи, воды. Несмотря на жару, очень комфортно в этот трасс. Трасса отлично, я перебежал первый раз, был заряжен, уложился в контрольное время, уложился, очень доволен собой, есть над чем работать, еще раз выступлю. Все участники, бежавшие одиночный марафон, единогласно отвечали, что это было классно. А пока они пытались отдышаться, к старту готовились команды. И как всегда, мы лучшие! Ура! Люди, которыми ты бежишь, ты потом дальше продолжаешь общаться. Многие вот здесь первый раз начали общаться, на самом деле. И потом идет продолжение в команде общей тренировки. Вот. Это прям сплочает команду очень сильно. Это азарт, это адреналин, это сплочение команды. Мы у Фанет, мы и у ТВ, мы команда. Не в первый раз участвуем, не в первый раз побеждаем. Аплодисменты, последний бой! 5, 4, 3, 2, 1! 1 июня прошла не только гонка героев, но и всероссийские соревнования в дисциплине «Бег с препятствиями», участие в которых приняли спортсмены из Москвы, Челябинска, Перми и других городов и регионов страны. По их итогам первое место занял Эдгар Осипян из Башкирии, пробежавший дистанцию за 53 минуты и 53 секунды. Но, как говорят организаторы и сами участники, победили в этой гонке все. Ведь главное не результат, а внутренние изменения. Алсу Гумерова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. 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 Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.